Я наводил справки на агентство Алании, мнений много, в том числе и о работе вашей фирмы. Но, что меня зацепило больше всего, это то, что все в один голос говорят, что в Лиге объекты проверенные и чистые на 150 процентов. Это недавняя фраза нашего клиента, которой я не могла не поделиться с вами в преддверии этого видео. А с таким предложением ко мне недавно обратился менеджер. Ксения, конкуренты продают дома без Искана. И ничего, цены привлекательнее, обращений больше. Давайте тоже так делать с условием предупреждения клиентов о возможных последствиях. Ведь тапу на такие квартиры все равно получают. А вот реальные комментарии под моим видео об индивидуальном Искане на квартиры. Я купил без Искана и живу себе прекрасно вместе с соседями. Искан на квартиру? Не смешите. В Мерсине половина домов не имеет Искана, а вы про квартиры. Великий баснописец Иван Андреевич Крылов начал свою басню «Ворона и лисица» с гениальной фразы «Уж сколько раз твердили миру». Вот и я всегда говорила и буду говорить в своих видео и эфирах, что наша фирма принципиально не выставляет подобные предложения даже с оговоркой. Но теоретически, если клиент, увидев такой вариант в других источниках, настаивает на покупке именно через наше агентство и готов оставить расписку о том, что осведомлен, берет ответственность на себя и в случае чего к лиге претензий не имеет, то, возможно, мы и совершим такую сделку. Хотя, я думаю, что посмотрев этот ролик, мыслей купить, пусть и очень привлекательную по стоимости недвижимость без Искана у вас не останется. Генели Скян, Япырухсаты или общетехнический паспорт на здании. Сегодня очень развернуто расскажу вам, почему стоит 7 раз отмерить, прежде чем заключать сделку на квартиру в доме без этого документа. Осутствие Искана на понятном вам, дорогие клиенты, языке звучит так. Данная постройка не сдана в эксплуатацию и не принята местными компетентными органами, а именно государственным кадастром управлением, мэрией, компанией водоснабжения, электроэнергии, телекоммуникаций и МЧС в качестве готового к проживанию здания. Ни один банк не выдаст кредит на квартиру, если она находится в доме без Искана. Если и это вас не смущает, давайте раскроем тему глубже. Какие угрозы для жильцов домов, не получивших Искан? Электричество и вода по тарифу строительного объекта, проще говоря, на порядок выше, чем в сданных в эксплуатацию зданиях. Отсутствие Искана в городском плане, то есть вашего дома не существует на карте города. Официально это участок земли, а значит мэрия в любой момент может назначить снос без разрешения собственников и объяснения причины. Оповестят уведомлением с требованием освободить квартиры и на том спасибо. Почему нет Искана? В 90% случаев это связано с выявленными нарушениями в ходе строительства и серьезными видимыми отклонениями от первичного проекта. Это может быть выход за пределы участка проекта, незаконные постройки в виде дополнительных корпусов или несогласованных изначально объектов инфраструктуры, увеличение количества этажей и тому подобное. В 10% случаев отсутствие Искана связано с материальными проблемами застройщика и наличием налоговых долгов. В этом случае, как вы понимаете, на все имущество компании накладывается обременение. Здесь привет тем, кто считает, что известные застройщики берут дань с квартир чисто за бренд. Помимо сбора подписей для Искана от инстанции, которые я упомянула выше, застройщик обязан закрыть все долги перед государством и фондом социального обеспечения. Именно поэтому часто можно услышать такую фразу «берите, пока нет Искана», потому что после получения цена значительно вырастет. Что же получается? Продавая квартиры в доме без Искана, застройщик потихоньку снимает с себя моральную и материальную ответственность за оформление, перекладывая ее на будущих собственников. Ведь Искан так и называется общий и оформляется на все здание целиком. Соответственно, передавая в собственность квартиры, иными словами, доли оформление данного документа переходит в зону ответственности новых хозяев. Всех хозяев квартир данного дома или жилого комплекса. То есть теоретически жильцы могут объединиться и оформить Искан самостоятельно, поделив расходы между собой. Но для этого нужна подпись всех, без исключения собственников. А значит, первым покупателям придется ждать продажи и переоформления собственности всех остальных квартир, после чего сагитировать всех соседей на подачу совместного заявления в мэрию и собрать деньги. И в случае, если хотя бы один собственник откажется, мотивируя это, к примеру, тем, что он приобрел жилье для летнего отдыха, а большую часть времени находится за рубежом и не видит смысла в дополнительных немаленьких расходах, то подать коллективное заявление, увы, не получится. Это как пазл, в котором отсутствует одна деталь и портит всю картину. А если таки получится собрать всех жильцов и скинуться на Искан? Здесь, возможно, два исхода. Первый. Happy End. Мэрия принимает заявление и оформляет Искан. Вам крупно повезло. Хоть теперь итоговая стоимость квартиры сильно изменилась в сравнении с той ценой, которая привлекла вас изначально. Второй исход. Разочарование. Мэрия отказывает в случае, если Искан не выдан по причине несоответствия проекту. А теперь вернитесь к моим словам выше и вслушайтесь в процент доли вероятности таких случаев. Судиться совершенно бесполезно. Продать такую недвижимость практически невозможно. Только если взять грех на душу и умолчать будущему покупателю о маленьком нюансе в виде Искана и возможных последствиях из-за его отсутствия. Как это, увы, практикуют некоторые наши коллеги. Мирще Олмаз. Любимое турецкое выражение. Друзья, в этом ролике речь шла о самом важном в секторе недвижимости в Турции документе Генеле Искане, который, повторюсь, оформляется застройщиком. В описании будет ссылка на ролик о Ферде Искане, индивидуальном техническом паспорте на квартиру. Также советую к просмотру. С вами была Лига и я, Ксения Балджи, как всегда, с заботой о клиентах. Подписывайтесь. С нами вы будете самым осведомленным покупателем недвижимости в Турции.